Ну что ж, ребятки, наконец-то вышло обновление, которое мы все ждали. Это земное обновление, в котором добавили много чего интересного. Это новое казино, новая система номеров, новая работа. Поэтому видосик обещает быть интересным, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на канал. Давайте на этом ролике постараемся набрать 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну а для тех, кто не знает, я играю на проекте Амаджинг РП, и для старта игры вам очень сильно поможет мой промокод. Вводите промокод Палканов на любом серваке, за него вы получите 300 тысяч рублей. Его можно вводить до пятого уровня, поэтому вводите, пользуйтесь и получайте деньги. Ну что ж, ребятки, я не хочу затягивать начало, быстренько сейчас садимся, едем и смотрим обновления. Я вам сделаю быстрый обзор, покажу самое главное, самое интересное. Присаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Итак, ребятки, первое, что бы я хотел вам показать, это, конечно же, новая система казино. Уже здесь люди как бы приехали, все тестируют обновления. Также я вам покажу все остальные обновления, которые добавили. Здесь у нас ребятки играют на автоматах, давайте тоже попробуем. То есть есть как бы автоматы, добавили там красные, черные, разные игры там и так далее. То есть казино преобразилось максимально круто и, конечно же, в лучшую сторону. Опа, че, а ты шо? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, это автоматы я вам уже показал, давайте я вам покажу то, что меня интересует. Это красные, черные. То есть здесь у нас есть кости, есть хайдаис. То есть хайдаис тоже, в принципе, поменялся. Здесь теперь не нужен крупье, крупье теперь, в принципе, нету. Можно как бы сыграть, можно ставку поставить. То есть теперь всего 8 мест, как бы, в этой игре. Стал на красные, осталось семени 15 секунд и у нас сыграет ставка. И, возможно, мы выиграем, как бы, либо не выиграем. Здесь можно ставить либо на красно-черное, либо можно ставить на число. Если выпадает число, то, конечно, вы можете выиграть очень много денег. Все, повертелось, покрутилась моя, получается, рулеточка. Давай, пожалуйста, красные, выпади. Пожалуйста, по-братски, по-братски красные, 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 красные. Сука, третий раз я ставлю на красные, понимаете, в третий раз. Если сейчас вам не даст, я не знаю. Здесь реально как-то сложно выиграть. Надо как-то эту систему понять, может, как-то надо на число ставить. Может, на зира там и так далее. Но вы сами видели то, что я ставил три раза на красные. И мне выпадает черное почему-то. А когда я поставлю на черное, мне выпадет красное. И как это работает, как эту систему наебать, я число реально не знаю. И хочется реально что-то выиграть Обратно черный выпадает Ну, это пизда просто, я не знаю, пацаны Я просто не знаю Мне прям нравится по интерьеру Все выглядит сексуально, охуенно, невъебенно Ну что ж, ребятки Сейчас я предлагаю нам посмотреть новую систему номеров Я уже как бы пробовал Я уже выбил себе неплохие номера на Ланс Я думаю, вы их видели То есть я живу в Украине Я попробовал выбить именно украинские номера И самое главное, пацаны, то, что Всего есть 10 попыток То есть вы можете 10 раз попробовать выбить номера То есть вы не можете делать это бесконечно Давайте Санкт-Петербург попробуем выбрать Видите, стоит это 15 тысяч рублей Так, давайте сейчас, наверное, сбегаю в банк С бизнеса, сниму денежку И уже попробуем выбивать номера Я уже как бы потратил 6 попыток То есть я перед этим 5 раз попробовал И сейчас при вас один раз сделал То есть у меня осталось 4 попытки, чтобы попробовать На самом деле обидно то, что сделали всего лишь 10 попыток Потому что я думал, что можно будет бесконечно это делать Это было бы реально круто Можно было бы пытаться выбивать номера А так на каждый автомобиль На любой, точнее, автомобиль Вы можете попробовать это сделать всего лишь 10 раз Ладно, если бы этот лимит работал на конкретный автомобиль А так он работает в целом Как видите, у меня ничего не получается Абсолютно То есть, ну, не выпадает ничего Как бы Ну, это нормально, конечно Просто, может, если неопределенный регион выбивать Может, что-то и выпадет, конечно Короче, нам в итоге ничего не выпало Давайте еще раз попробуем Но у нас уже как бы должен быть лимит За последние 20 часа вы использовали услугу Замена номера 10 раз Ожидайте следующего дня Но хочу заметить, что сама система прикольная То есть, добавили не только регионы Но и номера других стран там и так далее Ну и, конечно же, ребята Добавили новую работу Именно фермер Я вам ее подробно показывать не буду Так, чисто, быстренько посмотрим То есть, здесь нужно выращивать там овощи, фрукты там и так далее И потом вы можете их продавать И за счет этого зарабатывать деньги Здесь мы можем прочитать информацию Которая довольно-таки много Если вы будете здесь работать Я вам советую это сделать То есть, прочитайте всю информацию И потом уже, если вы поняли Идите работайте там и так далее Как я и сказал, работа интересная, но сложная Здесь много нюансов, моментов там и так далее Поэтому, лучше это все изучите То есть, я вам не буду вникать, пацаны Это очень сложно, реально Это очень сложная работа Здесь надо прям жестко вникать То есть, вот здесь, получается Есть у нас датчик Здесь мы можем поставить температуру То есть, работа реально сложная, пацаны. Сложная, интересная. И мы это обязательно попробуем. Ты его думаешь, сука, не пизди? Э! Нихуя себе там, блядь, кто-то сыт. То есть, ну, в целом, работа реально прикольная, интересная. Мы ее обязательно попробуем. Не знаю, что из этого получится. На стримах будем пробовать. Ролик запишу там и так далее. Будем вместе это все изучать, потому что там есть какие-то иены там и так далее. То есть, там очень много всяких приколов, поэтому... Ну что ж, ребятки, в этом обновлении добавлю то, что все давно хотели, все давно просили. Это снятие владельцев. То есть, вы можете обнулить владельцев на своих автомобилях. Но сделать вы можете это не бесплатно. Нужны некие манипуляции. Первое, что можно сделать, это купить, получается, улучшение, которое называется правовед. Данное улучшение стоит 2000 спецочков. Да, ребятки, это много. Но, как бы, они специально сделали такую цену, потому что у многих есть несколько тысяч спецочков. И это улучшение должно быть редкое. Покупаете специальный бланк для того, чтобы изменить владельцев. Едете в нелегальный стол в городе Лыткарина и там уже меняете, как бы, владельцев. Также, конечно же, обновили донат. Теперь он находится в табе, то есть, как и все основные функции. И его кардинально поменяли по внешнему виду и добавили некие приколы. Получается, добавили наборы за донат. То есть, есть набор, получается, музыкальный. Вы получаете скин Маринштерна, Хаммер H1 и музыкальную колонку. Есть набор, как бы, из Форсажа. Есть набор с Матра. Есть набор Илон Маск. То есть, вот такие вот наборы, за которыми дают эксклюзивные машины с интересным тюнингом. Либо какие-то эксклюзивные скины там и так далее. Да, стоит оно немало. Особенно Илон Маск, как бы, стоит до хера. Но, у него стоит Тесла Блейд. То есть, вы получаете Теслу Блейд, который едет очень быстро. Которая имбовая. Я думаю, каждый набор, в принципе, интересен. Вы можете вот посмотреть, как бы. Я не буду их подробно рассматривать. То есть, есть набор Дальнобойщика. Есть набор Рыбака. Данные темки такие прикольные, интересные, необычные. То есть, такого никогда не было на Мазинке. Никаких таких наборов и того прочего. То есть, выглядит прикольно. Но так, в целом, видите, все, как бы, поменялось. Как бы, випка, там, валюта, прочее, там, и так далее. То есть, это все поменялось. Переработали, прям, очень классно. Красивые иконки. Все классно сделано. Ну, что ж, ребятки. Помимо всего, добавили еще два новых автомобиля. Один изменили, один добавили. Это, получается, у нас BMW M3. Которая была кабриолет. Теперь она не кабриолет. Она выглядит вот таким вот образом. Теперь у нее стоит крыша. И добавили, получается, Mitsubishi Pajero. То есть, две такие интересные машины. Как бы, Jeep 1 и как бы М3, которую поменяли и изменили. Помимо, получается, новых автомобилей, добавили вот такую вот гоночную дрифт-трассу. Она находится в Батырево, на озере. И, ну, сама моделька сделана очень классно. То есть, мне прям, очень нравится. Видите, специально для тех, кто любит подрифти, добавили вот такое вот место. То есть, именно здесь работает зимняя физика. То есть, по всей карте она не работает. А именно в этом месте, на этом треке, она, как бы, работает. То есть, кто хочет там подрифтить на своей жиге. Либо на обычной машине, можете, как бы, сюда приезжать. Насчет Pajero, давайте попробуем на нем проехаться. Я не знаю, что он себя представляет. Мне эта машина, конечно, не особо интересна. Я Pajero как бы не люблю. Но, в целом, можно, в принципе, посмотреть. Такое себе, на самом деле. То есть, на любителя. Мне он не особо нравится. Ну, прикольная машина. Может быть, конечно, его в автосалон добавили. Я не знаю. Скорее всего, наверное, нет. Возможно, он будет там на зимнем ивенте. Но, в любом случае, думаю, найдется человек, которому она понравится. Ну, что ж, ребятки. Теперь я предлагаю нам посмотреть новые интерьеры. Потому что добавили их немало. То есть, обновили риэлторку, нотариус. Получается, аптеку и подъезды. То есть, много чего обновили. Начнем мы с риэлторки. Вот так вот теперь выглядит риэлторка. То есть, вот вы можете посмотреть улучшение, которое вы можете сделать с вашим бизнесом, домом. Список домов-должников. Список свободных домов. Квартир там и так далее. Вот такой шикарный, красивый стол. Такая вот статуя. Здесь вы можете прочитать информацию. Для чего нужен этот бизнес. Что здесь делать там и так далее. И потом вы приходите дальше. И здесь вы можете уже проводить ваши сделки. Заходим на чекпоинт. То есть, и здесь мы можем уже продать автомобиль там и так далее. То есть, можем сделать все, что угодно с нашим имуществом, грубо говоря. Ну, что ж, ребятки. Следующий интерьер. Это у нас аптека, получается. Ее тоже очень давно не меняли. Реально выглядит очень необычно. Но я вот не вижу, где здесь чекпоинт просто. Где здесь как бы... Почему-то чекпоинт не доображается. Ну, в принципе, функционал остался тот же. То есть, можем купить там аптечки, маски там и так далее. То есть... Ну и, конечно же, давайте теперь посмотрим подъезды. Потому что их также поменяли. Именно интерьеры подъездов сделаны неплохо. Я считаю. То есть, было бы еще неплохо, если здесь был бы лифт. Как раньше. Помните, там в 2018 году, по-моему. Я думаю, по интерьеру, в принципе, ничего. Я думаю, не поменялось именно в квартирах. То есть, поменялись именно интерьеры подъездов. Ну, что ж, ребятки. На этом моменте я буду заканчивать данное видео. Надеюсь, вам понравилось. Я вам не подробно показал обновление. Просто бегло показал, что добавили там и так далее. Подробно я уже буду вам отдельно все показывать. Ферму там и так далее. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Давайте на этом ролике, например, 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Но я вам напоминаю то, что я играю на проекте Амазинг РП на втором сервачке. Все ссылочки в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите. И начинайте играть вместе со мной. Ну, а так, в целом, обновление мне понравилось. То есть, не нашел ничего такого плохого. То есть, Кази кайфовый. Номера кайфовые. То есть, будем как бы работать. Будем как бы изучать эту всю тему. Будем стараться выбивать номера. Это обязательно. Ставьте уведомление. Потому что в ближайшее время я планирую много стримить. Много снимать. Поэтому не пропускайте. Всех обновлений поднял. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.